Работа с риском для жизни так можно назвать то, чем днем и ночью занимаются дагестанские энергетики. В тяжелейших условиях они устраняют последствия аварий. Иной раз совершают настоящий подвиг, а все для того, чтобы в домах людей были свет и тепло. Наши корреспонденты расскажут об одном таком случае. Это был холодный февральский день, вспоминает начальник службы высоковольтных сетей Шамиль Абдурахманов. Ураганный ветер привел к аварийному отключению межсистемной высоковольтной линии. Без света могли остаться несколько тысяч человек в сепараторном поселке Махачкалы. Их запитали по резервной линии, однако аварию нужно было срочно устранять. В зимний период очень сложно этот участок для работы. Все вот эти металлические опоры, которые вы видите, они все в зимний период, в гололеде, полностью бывают в гололеде. Доступ практически в зимний период для техники здесь не бывает. Буйнакский перевал – сложнейший для энергетиков участок, в тот день был особенно опасным. Плохие погодные условия, густой туман и сход селевого потока. В 54 года работать почти три часа в условиях, далеких от человеческих, скорее призвание. И здесь, практически над обрывом, на высоте 30 метров, электромонтер Александр Чичельбаев аварию устранил. Помогли колоссальный опыт, 35 лет и огромное желание помочь. О своем поступке электромонтер рассказывает скромно. Попросили, чтобы так помочь. Вот приехали туда вечером, поднялся сюда, соединили провод и закончили. Рассказывает, за годы командировок к трудностям уже привык. Так, одна из поездок затянулась на целую неделю. В течение семи дней специалисты меняли оборудование в одном из горных сел в условиях непогоды. Говорит, что в таком деле помогает любовь к работе и чувство юмора. Под Донухом у нас опоры упали, гололед был, и лавина сошла с горы и снесла наши опоры. Мы там где-то около недели, можно сказать, так были. Там же ночевали. Ну, как говорят, романтика. Они в ответе за тех, кого обеспечивают электроэнергией. В жару или в холод, днем или ночью. В любом уголке Дагестана энергетики готовы прийти на помощь. Именно таких самоотверженных специалистов в День энергетика отметили почетными грамотами. Жизнь без электроэнергии фактически она не существует. Вы в 2017 году обеспечили 100% электроэнергией. И в целом хочу отметить, что несмотря на те сложности, трудности, на ту работу, которую мы непосредственно в течение 2017 года показывали дагестанской второй компании, мы сегодня свою работу 100% выполнили. Вот за это я хочу, в первую очередь, коллектив поблагодарить за то, что вы это сделали 100%. Вам большое спасибо. Александра Дученко, написатель Чамхалова, Саид Кутиев. Время новостей.